У нас на выборах депутатов Государственной Думы завершился первый этап, скажем так, избирательной кампании, связанный с выдвижением кандидатов. Вчера, 12 июля, истек установленный законом срок, в течение которого кандидатам самовыдвиженцам можно было представить документы в избирательную комиссию, полномочия окружной избирательной комиссии в республике, выполняет избирательная комиссия республики. Вот вчера я истек этот срок, и сегодня истекает срок подачи документов в Центральную избирательную комиссию от тех политических партий, которые тоже провели свои съезды и имеют желание принять участие в выборах. Что касается кандидатов одномандатников, то по состоянию на сегодняшнее число у нас по Хакасскому одномандатному избирательному округу номер 35 выдвинуто 8 кандидатов. Это кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения. Ну, фамилии вы все знаете или вам еще раз пройтись по ним? Как скажете, коллеги? Не надо, да? То есть 8 их есть, вот они 8 пока приступили к сбору подписей. Ну, вот сегодня мы некоторым дали разрешение, они должны изготовить подписные листы, открыть избирательный счет, изготовить подписные листы и также приступить к сбору подписей. И, соответственно, до 5 августа они должны нам представить в избирательную комиссию документы на выдвижение, в том числе собранные подписи избирателей в количестве около 12 тысяч, если быть точными, 11 тысяч 947 подписей. 947 подписей. Что касается кандидатов, выдвинутых политическими партиями, то здесь всего съезды провели 15 политических партий. Все 15 партий представили в Центральную избирательную комиссию для заверения списки кандидатов, выдвинутых по федеральному округу и по одномандатным избирательным округам. На сегодняшний день процедуру заверения в Центральной избирательной комиссии России прошли списки одномандатников. Я буду говорить про одномандатников, потому что они нам более важны, потому что от этого будет зависеть конечное количество кандидатов, которые у нас будут в бюллетене именно по Республике Хакасия. На сегодняшний день прошли процедуру заверения 5 партий. По нашему округу, соответственно, в этих списках также выдвинуты кандидаты. Это у нас ЛДПР, это у нас Единая Россия, КПРФ, партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду» и партия «Родина». Соответственно, оставшиеся партии, если там наши кандидаты есть и будут заверены, Центральной избирательной комиссией нам будет представлено заявление соответствующее, согласие баллотироваться, и уже эти кандидаты, если они там будут в оставшихся партиях, 10 партиях, тогда они нам представят документы. Мы окончательный список с вами уже узнаем. Окончательная дата, когда мы узнаем список выдвинувшихся, это 23 июля. То есть до 23 июля включительно все кандидаты, в том числе уже, которые остались от партии, должны будут представить нам документы. Таким образом, на сегодняшний день у нас можно считать, что выдвинулось 13 кандидатов на сегодняшний день. Это 8 самовыдвиженцев и 5 кандидатов от политических партий. Из них 4 кандидата от политических партий еще своих документов для выдвижения не представили, хотя в списках, заверенных Центральной избирательной комиссией, они присутствуют. Коллеги, если сравнивать этап выдвижения на думских выборах с 2016 годом, с нынешним, получается такая небольшая интересная статистика. 5 лет назад у нас было 8 всего кандидатов выдвинуто по округу и был один самовыдвиженец. То теперь, вы видите, у нас количество значительно возрастает. Поэтому конкуренция в этом году по нашему округу, вероятно, будет ощутимо выше. Теперь о ближайших событиях. С 5 июля все окружные избирательные комиссии начали прием документов на регистрацию. Он закончится уже, как я сказал, 4 августа. Все кандидаты, неважно, как они выдвинуты, должны представить в комиссии установленный законом перечень документов. Ну и, как я уже сказал, самовыдвиженцам дополнительно необходимо собрать будет 11 947 подписей избирателей, которые проживают на территории Республики Хакасия. Впервые для проверки подписных листов мы будем использовать специальный программный технический комплекс. Он сейчас за вашими спинами. После брифинга его можно будет подробнее посмотреть. Комплекс состоит из сканера и автоматизированного рабочего места. Работает он следующим образом. Подписные листы сканируются. Через специальную программу распознаются указанные в них данные об избирателях. И сопоставляются, соответственно, с реестром избирателей. То есть мы подписные листы отсканируем, загружаем их в ГАЗ-выборы. И они уходят по ГАЗ-выборам в Центральную избирательную комиссию. И там уже происходит сличение данных, которые находятся в подписных листах. И данных, которых есть у нас в регистре избирателей. В итоге мы получим информацию, какие подписи поставили реальные избиратели. Данные об этих избирателях. И, соответственно, данные об избирателях, которые необходимо дополнительно проверить. Ну, возможно, где-то не пойдет какая-то стыковка. В паспортных данных, в адресе места жительства. Соответственно, мы это уже дополнительно будем проверять через МВД и через другие органы. Вообще, процедура проверки подписи, как вы понимаете, довольно сложная. И требует от экспертов большого внимания. Соответственно, вот этот комплекс позволит рабочей группе проверить подписи гораздо быстрее. В меньшей степени здесь будет задействован человеческий фактор. Точность его работы составляет 97%. Ну и, коллеги, буквально пару слов о двух крупных местных избирательных кампаниях. На выборах главу Сибаканского района у нас пока выдвинуто три кандидата. От региональных отделений политических партий ЛДПР и Родина. И один самовыдвиженец. Выдвижение на этих выборах завершится 14 июля. То есть, буквально завтра. То есть, завтра можно, в принципе, после пяти часов мы будем уже знать окончательный список кандидатов, которые выдвигаются на выборах главы Сибаканского района. В городе Абазе у нас проходят выборы городского совета депутатов. Предстоит избрать у нас 15 депутатов. Там активность пока тоже невысокая. Всего два кандидата от региональных отделений политических партий Коммунисты России и ЛДПР. Но там еще время есть. До 21 июля у них завершается прием выдвижения. Всего на местных выборах, которые у нас в республике проводятся, у нас на сегодняшний день выдвинуто 42 кандидата. Это вся информация, которую мы коротко на сегодняшний день хотели с вами поделиться. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Выборы будут у нас проходить в течение трех дней. 17, 18 и 19 сентября комиссии будут работать с 8 часов утра до 8 часов вечера. И, соответственно, 19 сентября после закрытия избирательных участков будут проведены итоги голосования. А это как-то повлияет на досрочное? До срочного голосования не проводится. Проводится это голосование только в три основные дня. Соответственно, комиссии в эти три дня также, как и всегда, могут проводить голосование как в помещении для голосования, так и вне помещения голосования. То есть, как мы по привычке говорим, на дому. Кроме того, порядком, положением, которым Центральная избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование, предусмотрены дополнительные формы голосования. То есть, это голосование избирателей в населенных пунктах или групп избирателей, или избирателей всех в населенных пунктах, где отсутствует помещение для голосования или транспортное сообщение, с которыми затруднено. Это у нас традиционно территория Аскизского, Ширинского и Поградского района. Там по несколько населенных пунктах голосуют, ну, как мы говорим, досрочно, но они будут голосовать именно по этой форме, дополнительной форме. Соответственно, голосование в этой дополнительной форме предусматривает там тоже множество ограничений. То есть, такого традиционного понятия, которое после общероссийского голосования возникло, у нас голосования на пеньках, такого не будет. То есть, не будет придомового голосования. Если комиссия будет выезжать в определенный населенный пункт, во-первых, они должны представить нам обоснование, почему они туда хотят поехать. И после этого, когда мы согласуем с ним, они должны, по сути, развернуть там полноценный избирательный участок. То есть, должно быть место для голосования тайного, должны быть ящики переносные, должно быть место для членов участковой комиссии, должны быть информационные материалы и все остальное. То есть, поэтому, ну, основные формы голосования, я так думаю, мы уже с коллегами общались, вероятнее всего, будет это голосование вне помещения, то есть, голосование на дому и голосование непосредственно в участковых избирательных комиссиях. Ну, мы там потом попозже вам еще расскажем, как будет видеонаблюдение проводиться, как будет общественный штаб работать. Сегодня вот состоится подписание соглашения об организации общественного штаба между общественной палатой, это инициатива общественной палаты правительством и избирательной комиссией. То есть тоже информация какая-то будет пополнена. Из-за того, что на три дня проделать, увеличится ли количество людей, которые будут задействованы? Или они просто все три дня будут работать? Нет. Количество членов участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий увеличено не будет. То есть это, по сути, нагрузка на членов комиссии, которые раньше как бы в один день основной, то есть три дня основных. И, соответственно, вся эта нагрузка ляжет на действующих членов избирательных комиссий. Вы говорили, что бюджет выделено на 72 миллиона. Это на три дня из-за того, что много и мало? Ну, где-то по сравнению с предыдущими выборами сумма увеличена где-то на треть. То есть это связано прежде всего с трехдневным голосованием. Потому что, соответственно, если мы за один день работы, грубо говоря, платили, то теперь должны платить за три дня работы. Если я правильно поняла, самовыдвиженцы с сегодняшнего дня могут ходить и собирать подписи, правильно? Самовыдвиженцы могут собирать подписи с момента открытия избирательного счета и изготовления подписных листов. Сегодня мы открыли последним, которые вчера выдвинулись, чтобы мы понимаем, что у них времени и так мало осталось. Всего, по сути, три недели на 12 тысяч подписей. Поэтому мы оперативно так сегодня им разрешили открыть счета. Если они оперативно изготовят подписные листы, то они могут приступать к сбору подписей. Но что касается тех, которые раньше выдвинулись, они уже с момента открытия могли собирать подписи. Я как избиратель, за какое число могу свою подпись поставить? Хоть за всех. За всех выдвинутых. Но только один раз, да. За каждого можно подписаться. Вот это автоматизированное рабочее место, оно здесь и будет находиться. Здесь у нас рабочая группа работы. посредством здесь вот этот подбросил будет находиться. Значит, вот скана вертикальная. То есть подписной лист. То есть жеребьевка прошла, определились подписные листы, которые будут проверяться. Подписной лист помещается под сканер. Сентрализуется. Вот здесь кнопочка. Фотографируется. Загрузится. Следующий. Фотографируется. Загружается. Все листы необходимые. Сфотографированы. И по нашей спецсвязи, по нашему отдельному каналу, через газвыборы, перебрасываются в Москву. Там, через свою специализированную программу, подписи распознаются. Соответственно, данные об избирателях, которые включены. И сопоставляются с регистром избирателях, с сейстом избирателях. И мы уже назад получаем, как Александр Владимирович сказал, готовую информацию. Какие данные в каких избирателях подтвердились. Да, это живые люди. Они действительно подписаны. И какие данные необходимо проверить. То есть, ну, поскольку техника, она не устает. Взгляд не притупляется. Детельность всегда на высоте. Поэтому скорость работы достаточно высокая. Вот поэтому подписные листы будут проверены гораздо быстрее. Ну, и точности работы очень высокая. А Вы сказали, по-жеребилски. То есть, это не каждая? Там делается выборка. То есть, по закону, вот из той массы. То есть, вот, кандидат приносит подписные листы. Они сшиты по правкам. И специальная процедура выборки. То есть, какие конкретно листы, да? Какие правки, какие листы будут приняты. 20% 20% 20% Впервые вот такие комплексы, они пришли во все окружные комиссии по всей стране. Вот такой один у нас или кто? Один. Один. Один у нас останется. Один у нас останется. Да. Да, отелью, да. Один. Продолжение следует...